всех приветствую на своем канале я зажгла печку с пятого раза ну вообще это прогресс потому что печку научилась топить только год назад и топила ну а силой раз пять наверно я наверно должна была предупредить что люди которые любят повопить а как здесь можно жить отойдите от экранов ну у меня спонтанно такое видео как обычно меня в кадре не будет из-за некоторых моментов ну не то чтобы ставить некуда и ссуваться в камеру я не знала еще не смотрела есть у меня куда ссуваться или ставить камеру ну и еще у меня на голове такой шухер потому что деревня расслабляет мне вообще принципе деревня становится плевать как я выгружу на самом деле не я к зеркалу конечно подхожу умываю все такое но меня возможно на голове взрыв макаронной фабрики если не что-то иное сейчас у меня кипится чайник я собираюсь варить супчик себе куриный на той самой куриной а консерве вот у нас там газовая плита ну и видно эту кухню вообще-то конкретный такой классический деревенский дом где обои и на и раньше там бегали мыши может и сейчас когда-то бегают ну допустим головы тут не живем но кошка их ловил там у нас видно мусорное ведро там лавка у нас тут вообще есть колодец пруд из труда и на мы берем воду точнее у нас есть шланг я думаю надо уже ту счастье закрыть ну тут умывальник раньше был он классический теперь уже года три наверное такой вот пластиковый ну соответственно печка и вот здесь у меня стоит кастрюлькой в ней греется водичка греется с помощью вот этого счастья которое мы сейчас видели ну что еще сказать гамака у меня в этот раз нет тут который я купила оказался слегка меньше чем два метра заявленные вот диван там мне немножко травы и яблоки лежат это то шапка пчеловодная со спичками мой желтый свитер полосатый про который я как-то говорила всем диван дивану лет 200 стулья ну такой небольшой мелкий совсем обзор чека это вот то что мне очень нравится и надеюсь родственники потом не ее оставят они захапают как он тут градусник реалитетный который вчера катюня пообещала нашей родственнице увидел будущий музей этих самых деревянных вещей в общем это горка так называемый питерский гарнитур про сейчас не знаю как сказать в общем мамы или бабушки или теток бабушкиного отца в общем про про привезен из питера созданный в 1800 начале какого-то там года но в общем ему 200 с хвостиком лет может 202 может 210 это вот такой шкаф-горка еще есть комод и стул раньше еще был стол но стол до меня не дожил он тут у меня вышивки моей бабуси коврик который тоже бабуся делала тут всякие полки бардак зеркало которое иногда висела кровать где так сказать ночую ну и пока наверное все видео будет потом сделано и сшивать его буду дома уже на компьютере но вот скорее все виде влога этом поснимаю еще где похожу на всем права незабудки и молодая мята это я вчера у тети вали собирала она уже приехала все молодая мята лежал на другой газетке но надо было чем-то растопить эту печку которая с первого раза отказывалась топиться вот есть пошевелил этой мяты так пахло запахло сразу мятой и я вчера собирала мечет оказаться что незабудки бывают все таки двух видов наверно с каким декоративной потому что у них больно листья широкие прошлом году я собирала не меня подсохли в общем были слегка другие незабудки на тетя на газетка через ну и здоровьем видят окна вот между этих двух березок у нас висел гамак да кстати напротив дома если видно будет в кадр помойка соседей из того вон дома ну сказочно у нас соседи фигли раньше он между тех двух березок три таких массивных березки там еще парочка молодых потом выросли и росли в общем ну был вон там качелька где сейчас зеленая бочка стоит там мусор сжигается что в этом роде один был гамак до прошлого года в шине раньше то есть песок был цветочки росли там вот у нас курс сирени которая еще не зацвел ну и в общем был гамак но он порвался я купила новый новый не подошел чем я не знаю к новому надо вот кстати он какую-нибудь веревку но у меня родня котенечка сказала чтобы я не сувалась иначе там что-нибудь сделаю потом долбанусь видимо беспокойство такое она когда-нибудь потом доделает тот гамак в принципе погода особо это не делает то уж можно и так погулять но не я потом конечно вам покажу как выглядит дом снаружи так вот вид из окна продолжаю обзор так сказать своего бытия там у нас дубы клен липа кажись яблоня это то что меня попросили роды че сделать сушиться гнилушки для растопки для моряк пчелам ходить он там это подобие поленицы которая все никак не соберется и очень много дуванчиков и вот здесь на них сидят пчелы я ближе подходить там не буду потому что сейчас только что было в огороде там такой жу-жу-жу то выгляди сожрут он тут когда-то у нас были куры деревня мы их держали уход то что заделано раньше было окно и когда сестра ездила в прилуке на велике мы мелкие были то и здесь горел свет но она соответственно видела не темно было но и желтой досочкой заделано там тоже кошка выходила очень много одуванчиков просто супер много я думаю подождать не помню правда до чего они от чего подождать когда уже пчелы угомонятся и часов 7 может собирать слегка там вот видно вон там дом соседей которые зимой живут крышу соседей которые приезжают уже несколько лет подряд летом на один полтора месяца и там даже что-то у себя скопали в этом году и вот то белое вон там за землей это у нас дядя Толя родственник наш который тут на ком держится так сказать деревня но это наша маленькая уже пасеха на самом деле тут по-моему пять ульев не знаю видно ли их все пять но это типа огород вода шланг который из пруда воду качает сарайка где раньше дедушка занимался всякой деревянной хренатенью сейчас там она теперь называется пчелиная сарайка тут кусочек улья малина там когда-то там был душ но так как здесь уже последнее время не особо кто живет но в прошлом году только я в основном был смысле бабушка уже не была там ну родня конечно приезжала но в основном больше тусила я тут уж как-то даже по моему уже два года там ничего не стоит раньше была такая хренатень туда вода наливалась и оттуда капала в прошлом году вроде ставили не помню но в этом году видать еще вообще не ставили и по ходу дела не будут если получится то вечером постараюсь подойти к пруду раньше там был мостик дедушка делал мы мелкие там костер устраивали извиняюсь кашель но сейчас уже конечно там по этому мостику мне по крайней мере стрёмно ходить на по-моему не мне ток тоже вот там под синей бутылкой катюня посадила кабачок как в прошлом году периодически мне тут наверно его поливать моя день трапива по траву может быть еще что-то запишу если удастся то может даже аистов запишу которые нас живут уже более десяти лет прежде прилетают ну по терраска к тепло можно на ней спать вот солнышко ушло за тучку не знаю слышно этих птичек с кукушку и как пчелы жужжат ну пожалуй на яблоней остановимся вот тут у нас если мне память не изменяет это акация я в палисаднике дом быть спереди вот еще наш кусочек усадьбы это молодая березка те самые три березы там кстати еще скворечник еще где-то вроде был куст этой там за ним еще березка и что у нас сейчас идет такой сирене там болото фоне не болото тут конечно его искусственный выкопали несколько лет назад потому что соседи завели поросят ну точнее не кто попросил завести поросят за денежку и выкопал пруд чтобы было легче брать воду вот та сказочная помойка принадлежащая вон тому сказочному дому тоже зиму ну в общем они тут и зимуют круглогодично живут камушек валунчик заборчик делал палисадник дедушка когда-то он был зеленый красивый но добрые сказочные соседи периодически в паре мест там вот видно думаю это дырка свежепокрашенная катюня красила чуть-чуть его поломали ручку им поотрывал то этим сказочным соседям вот у нас некоторое время несколько лет подряд стояла фигня в которой что-то ждешь а потом можно делать шашлыки не помню как ее звать тоже вот самая дырочка и здесь была дверца но сказочные соседи которые любили приходить качаться на гамаке и чего-нибудь поломать этой дверце приказали долго жить в результате уже года три вот как тут заделано непонятно как ну тут у нас это фигня баллонный газ ну то ли катюня его забыла включить то ли я чуть не догнала в общем он у меня вчера что-то не включился я плюнула готовила на плитке лепестрической дерево на котором раньше там была еще такая ветка и спилили там моя сестра в детстве гнездо имела ну то бишь она там тусила как-то лежала даже на дереве я туда так и не залезла дальше у нас там тоже часть деревни вообще так посчитала что летом у нас вот в теплое время года 9 домов живут а зимой на этап меньше соображу в общем зимой на где-то 5 5 домов живут может еще приезжают соседи дети которых как раз любили качаться на гамаке пока он был помогая его раздерябливать и соответственно поламывали вот по-моему они сюда шандарахаются снова я с вами второй раз жизни сюда пришла первый раз фотоаппаратом там галкинский дом те соседи помойка которых напротив нашего дома и напротив их дома однажды я сюда пришла весной несколько лет назад также приехали там дали картошку сарат или еще что-то еще с бабусей ну и там был такой маленький прудик по чужок и в нем рос такой очень красивый дико страшный цветок я хотела взять фотик вернуться но что-то так отвлеклась так и больше не дошла сейчас я сюда пришла и обнаружила такое счастье вот я не знаю кому из соседей принадлежит я подозреваю что вы и так поняли что это помойка ну видимо если это соседи потому что вижу еще одну помойку чуть подальше те которые из колязина благословит их какой-нибудь бог дети которых часто у нас шандарахаются то я не знаю насколько надо быть без мозга чтобы выкидывать мусор рядом с проточной водой тайны моисеевского блин крышечка от видимо быстрорастворимой какой-то еды был спросите за этот срач но я вообще хотела снять прудик маленький это вот там как раз это и ручей идет речка потешка который мне как-то на телефон было снято и кто-то в комментариях попросил что подобное еще раз как-нибудь снять я только что взяла проект на перевод благо мне интернет немножко в телефоне способствовал тому чтобы я смогла зайти в контакт прочитать сообщение и ответить нашей катеньке нашему заму я вообще без понятия о чем там эта манга там в первой главе 60 страниц будет но я пообещал до конца мая и сделать в принципе я даже не против нового проекта так ну и я видела там мне намыло очень много комментов от вас прискакала хороших плохих прикольных кто-то даже что-то там по поводу троллинга сказал на самом деле я вот это шепчу шуршу то что я не осиливаю кроме последнего смр фаберлику посвященного но и там два которые вот гринмама я там действительно пыталась как-то серьезно это все подойти к вопросу но остальное возможно это был троллинг не запланировать откровенно говоря я не не очень помню что там втираю видимо я так подозреваю прудику то мне не подойти не ну правда люди как так можно вот живут в деревне годами неужели нельзя вот куда-то в какую-то конкретное место там ямку сделать чтобы этот мусор закинуть и потом по деревне прогуляюсь на сниму еще один момент где раньше был дом гороховых и где мелкая с мамой тусила играли фантики девочкой которая соответственно меня тогда очень много намного старше было сейчас я думаю я вообще где-то в москве не знаю как вообще она выглядит как там с ней связываться и стоит ли связываться наташа горохова кажется ну в общем я думаю может уже лет под 40 если не больше вот благо этот маленький прудик тут все-таки вода видать все-таки застойная но там он есть дырочка такая так подозревает туда все-таки вода притекает ну вот на хрена вот мусор кидать прямо у воды насколько надо саму самих себя не уважать тут пчела жужжит она выползаю я то очень долго дома проторчала надо вроде как на воздухе быть я что-то 3 отдыхаю и прочего вот наша вишенка и береза это остатки конечно же давно дома нет просто его то ли он сам сгорел подозревая его сожгли благополучно соседи у нас того дома который виднеется за деревьями тот дом который там белый вернеется за деревьями это как раз тот самый дом дети которого любят у нас шандерах отца еще больше любят мусорить когда весной убиралась она сейчас принципе тоже весна но в апреле то очень много барахла мусора вытащила он тут тоже кусочек какого-то мусора но это самая помойка про которую я говорила я ее года два назад увидела тут впала в мягко говоря в шок потому что человек который приезжает вон в тот дом он приезжает буквально на ну на два-три дня и уезжает обратно и очень редко приезжает вполне может с собой вывести этот мусор и выкинуть его где-нибудь я имею в городе в какой-нибудь помойное ведро но видимо у нас культура ушла погулять я не вернулась самосознание тоже ну или еще какая-то там ответственность всем я так подозреваю что тут когда-то тоже был дом потому что в деревне по словам дяди толи нашего родственника изначально было 33 дома и они очень довольно близко стояли там что-то в полтора-два метра что ли между домами не учитывая что-то яма думаю на это было подполье под избой как раз избата часть которую я вам показывала видео где-то у меня умывальник ну и наверное это вот здесь тоже стоял дом все эту яму никогда раньше не замечала когда мелко было гуляли девчонками сёстрами не только сёстрами но вот она так отца есть сидут такие буераки и вот здесь он тоже еще какая-то яма подозреваю тоже был дом значит куда она тут но и на самом деле у нас деревня это вся эта местность находится на холмах и то что это холмы не поверите дача у нас тут мне три года был когда мы здесь купили дом и я только не знаю может лет пять назад обнаружила что мы находимся на холмах вот такие пироги он там за деревьями как раз речка потешка он за ручей возможно получится подойти к месту где у нас тусят аисты и остатки фермы ну принципе она еще похожа на ферму но и и внутри так сказать местные жители некоторые разбирают на дроба вот такие дела попробую записать птичек кукушка двух сторон кукует вот здесь чем-то очень вкусно пахнет тут вообще калина есть прошлом году эту собирала и есть терновник но прошлом году его не было вообще вот это бывший сант гороховых тут уже частично само по себе самосев выросла к рубежке то есть его не рубежка рубежка вот эти твали к потешке я не стала подходить потому что подозреваю что она не в кедах хотя бы частично в резиновых сапогах уже но тут всякие птички ни разу вообще так близко не подходила там виднеется как раз потешка и видимо в апреле это она так это буй на буй стул а сейчас она так более-менее вяло течет крайней мере никакого шума воды не слышится он там водокачка бочка когда там вода качалась в эту ферму вот как раз на ней должны быть аисты но сейчас я не знаю видно их нет на там гнездо крайне мере вчера не там были когда мы приехали место где я тоже иногда собираюсь шиповник там он еще даже не распустился и благодаря тому что у меня велики все в состоянии никаком магазин в прошлом году закрылся с шинами нормально во втором казались мне приводить не знаю что делать но в общем туда куда обычно на велики ели а думаю что даже пока рано туда пусть уже и без велика пешими ни разу не добиралась за кожевникова но там как раз вот были шиповнички которые собираю комар уже несколько лет подозревают цветы еще рано собирать тут еще даже ничего не распустилось тут вылазит солнышко из точки на самом деле это просто облачка и вот здесь вот видно ферму я исты куда-то у нас свалили а вот эти все желтые цветочки это вели и реку не это купальнице в прошлом году их было очень много в этот раз весна такая супер теплая но я в прошлом году не было вообще первый раз за все время в это время в деревне то сессия то что раньше школа была потом еще что-то куда-то уезжала и вот я в это время впервые в деревне так вот свободно гуляю если собрать несколько таких вот бутончиков можно посушить и можно сразу же залить кипяточком посту дать им настояться и вот вполне себе хороший тоник для проблемной кожи лица но и тело заодно все ее кажется заваривать но там как-то еще что-то лечат но она довольно ядовитая поэтому то надо как-то очень осторожно все делать ну а тоники себе дело у меня насушено прошлом году было сейчас я слегка их собираю чуть-чуть вот такие пироги сказать похоже он там был просто он сидел в гнезде он ли она я его своими подслеповатыми как тут там выразился как-то в камень так глазами нихрена не увидела вот он наш родимый он там даже какие-то звуки сейчас создавал не знаю скажет ли нам что-нибудь в камеру привет аист его даже сейчас приблизила слегка вчера когда мы на машине приехали один из них даже летел такой большой-большой я Продолжение следует... Смотрите, что мне АСМР природный... Продолжение следует... Я тоже что-нибудь запишу... А как я вернусь, решила я, если подождать субботу, если родня приедет на машине, то поеду с роднёй. В крайнем случае, в воскресенье на обедичном автобусе. Ну и надо будет мне потом уже в темпе вальса начинать переводить суребоку. Я вообще сначала думала красавицу забить, но красавица, она там работает часа на четыре, так что думаю, она в крайнем случае в перемешку для разнообразия будет между суребоком и чем-нибудь ещё. Ну, последний раз вам этого аиста. Аист, помаши крылышком кому-то там, ну как в рекламе было, да? Помаши кому-то ручкой. Я не виделся, это попытка подойти поближе к пчёлкам. На свой страх и риск. Я только в одном блаточке. Мне кажется, у нас шесть домиков. Интересно, они все шесть? Или один так, для красоты? Хотя, если было пять, один отдали, два разделили, то должно быть шесть, наверное, да? Мишу оляет. И давайте Cham差不多. Вот. Продолжение следует... 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 Всем до новых встреч и пока!